Возлюбленные, в сегодняшней программе я покажу, как присоединение язычников в отношении с Богом Израиля отделило Церковь от традиционных иудеев времен Иисуса. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Иисус – это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец хочет, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса – это не что-то нееврейское. Напротив, так же Он хочет, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Поэтому смотрите нас сегодня. Божие благословения и шалом! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на важную программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы отправились в захватывающее путешествие, чтобы узнать, как произошло разделение между иудаизмом и христианством. Это уже не первый выпуск из этой серии программ. Я вдохновляю вас посмотреть все предыдущие программы. Мы говорили об исторических и богословских причинах, приведших к разделению между иудаизмом и христианством. Важно понять, что Иисус не пришел для того, чтобы начать новую религию. Он пришел, чтобы исполнить то, что Бог уже даровал еврейскому народу, народу Израилем. Поэтому в Евангелии от Матфея говорится «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». «Не нарушить пришел я, но исполнить». Но если Иисус пришел не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы его исполнить, как же получилось, что евреи сейчас смотрят на христианство как на что-то чуждое и нееврейское? А христиане, в свою очередь, смотрят на иудаизм как на совершенно иную религию. Мы не хотим показать, что обе религии — часть единого целого. Иисус исполнил обещанное. Чтобы нам убедиться в том, что Иисус исполнил то, что Бог даровал еврейскому народу, нам стоит вернуться в историю о том, как они разделились. Я снова вдохновляю вас просмотреть предыдущие программы, потому что сегодня мы рассмотрим новую тему. Вот одна из главных причин, повлиявших на разделение этих двух мощных движений. Почему движение? Потому что вы помните, что первая церковь состояла из иудеев. Первая церковь, материнская церковь, была в Иерусалиме. И главой ее был Иаков, брат Иисуса по матери. Все апостолы были иудеями. Началось движение, которое демографически состояло из иудеев, последовавших за Иисусом. Помните, что Иисус сказал женщине-язычнице, «Пришедший за избавлением и исцелением». Он сказал, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Будучи на земле, Иисус служил только еврейскому народу. Мы знаем, что его конечная цель была достижение всего мира. Я лишь говорю, что вначале в этом участвовали только евреи. Как же так произошло, что это уже не что-то еврейское, ни для евреев, ни для христиан? Одной из причин этому послужил тот факт, что Бог привлек к себе язычников посредством Иисуса. Нам нужно буквально сменить свои линзы, чтобы понять динамику, происходящую во дне Иисуса. Мы обратимся с вами к 10 главе книги Деяний. Кому-то события этой главы известны, для кого-то это может быть новым. Что случилось в этой главе? Петр, один из апостолов Иисуса, спал на крыше, пока ему готовили обед. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление. Итак, Петр на крыше. Ему готовят пищу. Он входит в транс, в бессознательное состояние. Его глаза закрыты, он наполовину спит. Он переживает божественную встречу. И вот продолжение. И видит он отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был голос к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему, «Чтоб Бог очистил того ты, не почитая нечистым». Давайте рассмотрим, что произошло. Будучи в трансе, Петр видит полотно, на котором было множество некошерных животных. Откуда мы знаем, что они были некошерные? Когда голос с неба сказал Петру заколоть и съесть, Петр сказал, «Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». На полотне были разные животные, употребление в пищу которых иудеям было запрещено законом, данным в Торе, в Пятикнижии Моисея. И когда Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого», Библия говорит, что Бог второй раз сказал Петру, «Чтоб Бог очистил того ты, не почитай нечистым». Петр проснулся, и сразу после этого он слышит стук в дверь. За дверью стоял слуга Корнилия, языческого сотника. Он сказал Петру, «Получил от Бога повеление призвать тебя в мой дом и послушать речей твоих». Петр сопоставил все произошедшее и понял, что несмотря на то, что Корнилий был язычником, он не должен считать его нечистым, но пойти и поделиться с ним Евангелием. И мы читаем об этом в 28 стихе той же главы. Вы знаете, он обращается к людям в Кесарии, куда он пошел, чтобы поведать Евангелие язычнику Корнилию. Итак, он говорит, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Давайте поразмыслим. Иудеи во времена Иисуса не общались с язычниками. Послушайте еще раз, что говорит Петр. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». Такова была культура тех времен. Иудеи изолировали себя от языческого мира. А кто такой язычник? Любой человек, кто не является евреем, кто не принадлежал к народу Израиля. Итак, религиозное мировоззрение во время Иисуса отражало тот факт, что еврейский народ считал себя отделенным святым народом и считал, что их осквернит общение с нечистыми народами, с язычниками, не знающими Бога. Но Бог является Петру в видении и велит ему съесть нечистое, не кошерное мясо. Петр говорит, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». А Господь сказал, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И когда пришел слуга Корнилия, Петр понял значение этого видения. Он больше не должен почитать язычников нечистыми. Итак, Петр отправляется к Корнилию и делится с ним благой вестью Иисуса. Корнилий принимает слово и получает крещение Святым Духом. Видя дары Святого Духа на них, Петр понимает, что Бог их принял, что Бог принял язычников через Иисуса. Теперь и иудей, и язычник объединяются воедино в Мессии. Это потрясло весь еврейский мир. И они не получили того откровения, которое получил Петр. Для них язычники были нечистыми. Когда церковь начала быстро расти за счет языческих верующих, то раввины считали, что это оскверняло планы Божии. И как результат это привело к разделению между иудаизмом времен Иисуса, сейчас мы называем его раввинским, и движением, которое сегодня мы называем христианством. Что я имею в виду? Если сегодня вы приедете в Израиль и увидите тем ортодоксальных иудеев-хасидов, они ходят в черных длинных одеждах и черных шапочках с пейсами. Вы заметите, что они держатся отдельно от языческого мира и не сообщаются с ним. Поэтому, когда пришло евангельское послание о том, что язычников больше не нужно почитать нечистыми, с ними можно сообщаться, ходить в их дома, есть с ними, то религиозный иудейский мир времена Иисуса не мог этого принять. И это привело к разделению двух движений – иудаизма и христианства. Но цель Бога – объединить их воедино. Потому что в Иисусе исполнилось все написанное в Писании. И, конечно, Бог сказал Аврааму, «В семени Твоем благословятся все народы, не только еврейский народ, но все народы земли». Я надеюсь, что я смог показать вам религиозное мировоззрение, которое царило в голове Петра. Оно в какой-то степени существует в ортодоксальном иудаизме и сегодня. Но Бог показал Петру, чтобы он не почитал язычников нечистыми, но сообщался с ними, поведал им Евангелие и считал себя одним с ними целым. Подобную проблему мы видим в книге «Деяний», когда Павел назвал Петра лицемером. Петр был открыт к язычникам, когда вокруг не было иудеев. Но мы читаем, что однажды был случай, когда Петр общался с язычниками, но как только туда пришли религиозные иудеи, Петр начал отдаляться от язычников, потому что боялся упреков иудейских лидеров. Павел сказал, что он лично подошел к Петру и обличил его в том, что он общается с язычниками, когда поблизости нет религиозных иудеев. А когда те появились, Петр перестал сообщаться с язычниками. Павел обличил Петра и сказал ему, чтобы он не лицемерил. Бог призвал нас, иудеев и язычников, быть едиными в Мессии. Надеюсь, это более-менее понятно. А мы с вами идем далее, возлюбленные. Мы посмотрим, что произошло в 70-м году нашей эры. Из Нового Завета мы лишь частично можем понять, что происходило. Исторически иудеям было дано право свободно практиковать свою религию на израильской земле, но политически они были под властью Рима. Иудеям было дано столько свободы, сколько позволяли им римские власти. Заглядывая в исторические журналы, мы видим, что во времена правления Рима пост первосвященника можно было купить. Рим влиял на то, кто будет первосвященником. Этот пост покупали самые богатые евреи. И римляне извлекали из этого прибыль. Я пытаюсь помочь вам понять, что во времена Иисуса в Израиле царил климат, указывающий на то, что они под пятой римского правления. Наступает время, когда иудеи решают этому противостать. Один из таких бунтов произошел где-то между 66 и 70 годом нашей эры. В результате римлян сильно разозлило, что иудеи поднялись против римлян, потому что они устали находиться под гнетом Рима, устали от того, что Рим диктует им, что можно и чего нельзя. Бунт иудеев настолько разгневал римское правительство, что римляне пришли в Иерусалим и разрушили храм. Они ушли в рассеяние, разбежались из Иерусалима по разным странам, когда римляне пришли, чтобы разрушить храм и разорить город. Церковь, я прошу вас, услышьте меня сейчас. Иудаизм, который мы видим в Библии, иудаизм в его библейской форме, стоит на трех главных основаниях. Жертвы, храм и священство. Если заглянуть в Писание, то мы увидим, что главными основаниями иудаизма были жертвоприношения, включая жертву, которую приносили каждый год в Йом-Кипур. Они приносили кровь тельца на жертвенник во святом святых в храме. Эта жертва покрывала грех людей, но были и жертвы, которые постоянно приносились в храме. Но жертва в Йом-Кипур была самой священной. Итак, три столпа библейского иудаизма — это жертвоприношения. О них мы читаем в книге Левит. Затем священство. Жертвы мог приносить не кто-нибудь, а только священники. И храм. Жертвы должны были приноситься в храме. И так должны были приноситься жертвы, которые могли приносить лишь священники. И кроме того, было установлено одно место для жертвоприношений. Этим местом был храм. Поэтому, когда в 70-м году нашей эры пришли римляне и разрушили храм, это полностью подорвало основание библейского иудаизма. Потому что, когда был разрушен храм, не осталось больше места, куда можно приносить жертвы. И кроме того, священники разбежались. У иудейского народа забрали то, на чем они стояли. Их лишили храма, священников и возможности приносить жертвы. Они встали перед лицом огромной трудности. Как теперь, не имея фундамента, они смогут практиковать свою религию? Этим вопросом задавались иудейские религиозные лидеры. У нас больше нет храма. Мы не можем приносить жертвы. У нас больше нет священства. Ведь это было нашим фундаментом. Что нам теперь делать, чтобы наш народ держался вместе? Через 20 лет, где-то в 90-м году н.э., в городке Явне собрался совет. Его называют Явненским каноном. На этом совете иудейские религиозные лидеры решали, что нужно делать, чтобы иудейский народ остался единым народом. В итоге они создали то, что мы сегодня называем раввинский иудаизм. Они заменили жертвы, священство и храм на литургию и молитвы. Поэтому современный ортодоксальный иудаизм в основном, или, правильнее сказать, в значительной степени, состоит из разных обрядов, молитв и чтения литургии. Раввинский иудаизм существенно отличается от того иудаизма, который практиковали во времена Нового Завета, когда в Израиле стоял храм. Во время Явненского собора в 90-м году н.э. иудаизм был изобретен заново, был создан раввинистический иудаизм. И на нем, я считаю, царил дух, противостоящий Иисусу. И этот дух перешел на иудаизм, который мы знаем сегодня. То есть, современный раввинский иудаизм берет свое начало на этом Явненском соборе. Кто был на этом соборе в Явне? Там собрались фарисеи и их сыновья. Это люди, отвергшие Иисусом. То есть, люди, изобретшие иудаизм заново. И произошло это, я еще раз повторюсь, в 90-м году н.э. Это были фарисеи и их сыновья, отвергшие Иисуса. Поэтому на этом новоиспеченном иудаизме было явное антихристианское влияние. На Явненском соборе к литургии было добавлено проклятие. Проклятие предназначалось тем, кто не следовал этому учению фарисеев и иудейских лидеров, составивших литургию, из которой теперь состоял иудаизм, идущий своими корнями в город Явна. Поэтому с тех пор, с 90-х годов н.э. было наложено проклятие на всех тех, кто не следует этому учению. И многие историки считают, что после того, как было добавлено это проклятие, иудеи, уверовавшие в Иисуса, не посещали больше синагоги. Потому что те, кто заново изобрел иудаизм в 90-м году, не верили в Иисуса. Они хотели убить Иисуса. Мы знаем об этом из 11 главы Евангелия от Иоанна. Там все очень подробно описано. Итак, иудейских верующих изгоняли из синагог. Они считались еретиками. И это привело к еще большему разделению между двумя движениями. Между иудаизмом и теми, кто следует за Иисусом Христом, как за Мессией. Я тоже отношусь к таким людям. Нас называют мессианскими евреями. Мы верим, что Иисус есть Мессия. Большая честь иудейского мира нас не принимает. Они считают нас еретиками или, если хотите, фанатиками. Но я благодарю Бога, что Он признал меня верным и определил на служение. Иисуса ведь тоже не принимали. Мы были призваны не только чтобы царствовать с Ним, но чтобы и страдать с Ним. Я надеюсь, перед вами вырисовывается полная картина. Иисус не пришел, чтобы начать новую религию. Он — исполнение того, что имел иудейский народ, что содержит Библия. И мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, пятой главе. Не пропустите нашу следующую программу. Мы продолжим наше увлекательное путешествие. Люблю вас, дорогие. Дорогие, как мы видим из этой серии, все началось в Израиле, но и закончится все так же в Израиле. Так же, как Иисус вознесся из Иерусалима, так и вернется в этот мир Он через Иерусалим. Иисус не вернется до тех пор, пока огромное количество евреев, живущих по всему миру, не уверуют в Него и не воззовут к Нему, чтобы Он пришел. В 11 главе Римлянам Павел сказал, «Если язычники благословлены тем, что евреи отвергли Евангелие, то насколько больше они будут благословлены, когда евреи примут Евангелие?» Когда еврейский народ уверует в Иисуса и начнет взывать к Нему, чтобы Он вернулся, их будет огромное множество. Они будут сопровождать Его возвращение. Недавно Бог открыл мне двери для того, чтобы я мог проповедовать Евангелие в Иерусалиме. Собралось около 500 евреев, не знающих Господа. Они впервые слышали Евангелие. После того, как я проповедовал им благую весть о Мессии и Иисусе, более сотни человек встали на молитву, чтобы принять Иисуса как своего Мессию. Без вас этого бы не произошло. Я благодарю вас за вашу любовь и финансовую поддержку. Я вдохновляю вас продолжать инвестировать в наше служение. Бог дает мне передовые стратегии, чтобы достигать народ Израиля. Дорогие, их спасение тесно связано с вашим спасением. Когда еврейский народ примет Иисуса Мессию, Иисус вернется, и мы узрим его лицом к лицу. Помните, что Господь сказал, «Благословен, кто молится за мир Иерусалиму. Там не будет мира, пока они не познают Иисуса как своего Господа». Узнавая еврейского Иисуса, это передовое служение для достижения Израиля Евангелия. И для этого нам необходима ваша финансовая помощь. Спасибо большое. Да благословит вас Бог во имя Иешуа. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Подобно Исааку, во время своего голода я посеяла семя ваше служение, вдобавок к моему ежемесячному партнерскому взносу. Я на самом деле сею в благотворную почву. Я благодарю Бога за мое стократное воздаяние и за то, что могу поддерживать Равина. За 50 лет моего христианства он самый искренний, самый страстный, огненный. И скажу прямо, прямой проповедник истины, которого я когда-либо видела. Шила. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В книге чисел 6 главе Бог Отец сказал Моисею, «Скажи Аарон, чтобы он произносил эти слова над моим народом, и имя мое наречется на них». Возлюбленное Дитя Божие, прямо сейчас прими благословение, которое Отец имеет для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Ваш Отец благословит вас и сохранит вас. Ваш Отец озарит вас светом лица своего и будет милостив к вам. Ваш Отец будет постоянно обращать к вам лицо свое и будет укреплять вас, даруя свой мир, возлюбленное Божие Дитя. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. На следующей неделе я расскажу, как иудеи восстали против Рима в 70-м году нашей эры, что послужило к разделению между традиционным иудейским движением и христианской церковью. Благословений вам, дорогие. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин